МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседа с батюшкой» в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель прихода всех святых в Страсбурге, представитель Московского патриархата при Совете Европы Игумен Филипп Рябых. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте! Благословите наших телезрителей! Божие благословения да пребывается всеми нами! Отец Филипп, я знаю, что 1-2 сентября в Баку прошла консультация Совета Европы по вопросам культуры и религии. Расскажите, пожалуйста, об этом событии. Что это было за событие, чему оно было посвящено? Буквально вчера я вернулся из Баку, участвовал в консультациях Совета Европы по теме религия и культура. Это мероприятие проводится ежегодно под эгидой Комитета Министров Совета Европы. Это высший орган управления, это международная организация. Напомню нашим телезрителям, что в Совет Европы входит также Российская Федерация. И уже несколько лет в этой организации проводятся такие консультации по теме межрелигиозного диалога. И задача заключается не в том, чтобы вести какой-то богословский диалог о особенностях различных религий, а для того, чтобы пригласить людей традиционных религий европейского континента к обсуждению актуальных вопросов общества. Тех вопросов, которые волнуют каждого. Идея заключалась в том, чтобы услышать голос религиозных организаций. До этого в Совете Европы никогда этому не уделяли внимания. Считалось, что церковь отделена от государства, и не стоит вообще беседовать с религиозными организациями в Совете Европы. Но вот уже на протяжении нескольких лет позиция изменилась, потому что очевидно, что верующие люди играют активную роль в общественной жизни. И от них очень многое зависит. Вот так каждый год мы собираемся. В этом году Бакум, потому что Азербайджан является председателем комитета министров с мая по ноябрь 2014 года. И он провел такую встречу у себя в столице Баку. И мы туда все приезжали, там проводили, беседовали на эту тему. Какие вопросы обсуждались? — Собственно, в чем цель? Хотя есть общее название — религия и культура, но идея стоит в том, чтобы каждая религиозная община Европы высказалась на те темы, какие больше всего волнуют. Поднимался вопрос и терпимости, взаимоуважения религиозных общин, но также и уважения между людьми религиозными и нерелигиозными. Обсуждалась тема мусульман в европейских странах, отношение к еврейским общинам. Также мы, христиане, православные христиане, католики, поднимали темы отношения к христианам, случаи христианофобии. Также обсуждалась тема положения религиозных общин сейчас на Украине в связи с военными действиями. Христиане на Ближнем Востоке, хотя это уже не Европа, но тем не менее европейские религиозные представители не могут оставаться безучастными, к тому, что там происходит. Тем более Азербайджан очень близок к Ближнему Востоку, к Ираку, к Сирии. И, собственно, тоже эта тема поднималась. Вот такой круг общий вопрос. Были приняты какие-то конкретные решения? И как они могут повлиять на жизнь? Здесь, в общем-то, нет задачи принять каких-то решений. Именно задача состоит в том, чтобы каждый высказался. чтобы мы услышали друг друга, кого что беспокоит, кого что волнует. Может быть, постарались наметить какие-то шаги более глубокие, серьезные, чтобы решать эти проблемы. Ну и чтобы Совет Европы услышал то, что волнует религиозные организации. Это главная цель? Да. То есть это именно встреча, нацеленная на слышание и на то, чтобы, в общем-то, здесь никаких обязательств нет. Совет Европы ни в чем не обязуется, но прислушивается к тому, что говорит религиозное сообщество, потому что все понимают, что это значимая сила в обществе. И надо, по крайней мере, учитывать мнение религиозных организаций. Вы являетесь представителем Русской Православной Церкви при Совете Европы. А почему Церковь имеет представительство в светской организации? Почему так? Действительно, уже 10 лет, как существует наше представительство при Совете Европы, было оно открыто по благословению Священного Синода нашей Церкви. И цель состояла в том, чтобы говорить о наших озабоченностях, о том, что православные христианы Русской Церкви считают важным, поскольку Совет Европы рассматривает сегодня не только чисто политические вопросы, вопросы выборов, например, перераспределения власти, демократичности общества, то есть то, что относится так сугубо к сфере политики. Опять же, тех же конфликтов в Европе. Но в последнее время стало увеличиваться количество вопросов гуманитарного и нравственного порядка. Сейчас мы просто видим, насколько этот поток дел, вопросов, связанных, например, с пониманием начала человеческой жизни, конца человеческой жизни, семьи, отношения родителей и детей, вопросы прав религиозных организаций, их право на внутреннюю автономию. Все это является, в общем-то, возрастающим таким объемом в Совете Европы. И, конечно, Русская Церковь, наблюдая все это, не могла устраниться, сказать, что, в общем-то, нас это не касается, вы там что-то определите, решите, а потом мы, в общем-то, это рассмотрим и примем к исполнению. Русская Церковь заняла такую активную позицию с тем, чтобы все-таки стараться доносить свое мнение. Мы не являемся членом Совета Европы. Эти члены Совета Европы могут быть только государства. Но при Совете Европы работают много общественных организаций, много работают различные религиозные организации, работают с тем, чтобы чиновники Совета Европы, дипломаты, представляющие страны, члены Совета Европы, могли все-таки учитывать мнение и голос граждан через различные организации. И вот все это сподвигло наше священначале открыть представительство, чтобы мы там непосредственно находились, держали, что называется, руку на пульсе. И в случае необходимости, когда это затрагивает серьезные наши вопросы церковной жизни, мы могли доносить голос. Это не значит, что нас слышат, это не значит, что всегда учитывают наш голос. Мы не имеем никакой чисто юридической силы влиять на постановление Совета Европы, но определить нашу позицию, высказаться, постараться найти, например, депутатов в парламентской ассамблее Совета Европы ПАСЭ, или же среди дипломатов, которые могут поддержать позицию русской церкви, это вполне возможно. И какие-то инициативы по изменению различных таких нравственных основ общества, они, в общем-то, можно сказать, что на стадии их обсуждения внутреннего мы можем где-то их, в общем-то, остановить, где-то отложить, поскольку такой ультралиберальный тренд в нравственных вопросах, он очень усиливается. Я бы даже так сказал, что происходит такое давление и мощное движение в сторону вообще пересмотра всех основ нашей цивилизации христианской. Я тут говорю не только о России, а вообще говорю о Европе, как о христианском континенте, хотя, в общем-то, мы знаем, что падает религиозность, люди, может быть, действительно так отходят от практики религиозной, но в каких-то вопросах Европа остается христианской, глубоко христианской. Ну, например, мало задумываемся над тем, но ведь, например, то, что мы отдыхаем в воскресный день, ведь это же влияние христианства, и, например, есть такие тоже силы, которые задаются вопросом, а почему выходной день в Европе, например, воскресенье, или почему в Европе праздником государственным является Рождество или Пасха. Так, действительно? То есть, ставят это под сомнение. Да. И вот, даже же, вроде бы, казалось, мы настолько к этому привыкли, то есть, даже люди нерелигиозные привыкли, что воскресенье это выходной день, что ведь брак, вот, мы подразумеваем под браком, это союз мужчины и женщины, и как-то все это нам казалось, что это незыблемо, что это вот в рамке, в каких мы живем, что, например, жизнь человека, она тоже священна, что человек стар, престарелый, уважаем, что его нужно уважать до конца его последних дней. Самоубийство это плохо. И вот сегодня оказывается, что все это пересматривается, все это подвергается сомнению, вводятся какие-то понятия, которые совершенно противоречат христианству. К сожалению, сегодня мы сталкиваемся с потоком таких инициатив в рамках Совета Европы. Отец Филипп, давайте прервемся, ответим на вопрос. У нас звонок из Астрахани, а потом продолжим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Мы вас слушаем. Здравствуйте. 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 Меня зовут Зульфия. Я из Астрахани. Я замужем в 20 лет уже православном. У меня такой вопрос. Вот я в течение года очень часто болею. И младший сын мой молится за меня. Скажите, пожалуйста, доходит ли молитва его до Господа Бога наш? Я знаю, что Бог, Он един. Независимо от вероисповеданий каждого из нас. Спасибо вам большое за вопрос. Вот я, живя в Страсбурге, очень часто сталкиваюсь с такими вопросами, потому что у нас много смешанных семей. Православная жена, муж католик, муж протестант, муж мусульманин или наоборот. И человек естественным образом желает помолиться за своего ближнего. За мужа, за жену, за детей, за родителей. Это, естественно, абсолютное чувство человека. И вот здесь мы вспоминаем слова Спасителя, который нам говорил, что мы должны молиться за всех, в том числе за наших врагов. Но если нас Господь призвал молиться за своих врагов, то тем более за тех людей близких нам, домашних, которые рядом с нами. И христианин, безусловно, молится за всякого. Мы молимся в том числе в Екатиньях за светскую власть. Так повелось со времен апостолов, которые призывали молиться за императором, хотя в то время император еще был язычником. И сегодня во многих странах мира мы молимся за власть, хотя она не является ни православной, ни христианской. Я хочу напомнить, что мы молимся за божественные литургии, об оглашенных, которые еще не являются крещенными, но мы произносим о них ектии. То есть, есть, в общем-то, пример молитвы церкви и верующих людей за не крещенных и не православных христиан. Вопрос заключается в том, как о них молиться. Мы не можем молиться о неправославном человеке, как о православном, потому что это просто ложь. Мы не можем называть его членом церкви, если он не является членом церкви. И вот здесь важно, чтобы мы, как православные христиане, были честными пред Богом, пред своим ближними, и молились о наших близких так, что соответствует их положению. И мы, да, не можем помянуть неправославного человека на Евхаристии, потому что в молитвах четко говорится о том, что поминаются только православные христиане, члены церкви. Но в своей частной молитве мы молимся, это наш долг молиться за наших близких людей, домашней молитве, даже в церкви, когда мы приходим, ставим свечи перед иконой Спасителя, Престой Богородицы, поминаем наших близких, прося для них прежде всего спасения, то, что самое главное, прося для них здравия, благополучия, прося Богу править их жизнью, то есть вручая наших близких промыслу Божию. Это мы должны делать, и вот в нашем храме это также люди делают, то есть мы так много это обсуждаем, и человек находит формы обращение к Богу, соответствующее положению того человека, которым он молится. Вот, и я, конечно, думаю, что если это искренняя вера и молитва человека, ребенка, или мужа, или жены, родственника к Богу, обращенная, то, конечно, Господь ее услышит, но здесь мы не можем утверждать с уверенностью, потому что это уже дело Божье, если только нам нет какого-то откровения, что Бог принял, услышал молитву, мы уповаем на Его милосердие, на Его любовь, на Его человеколюбие, что Он всем хочет спастись, и в разум истины прийти, и что Он искреннюю молитву слышит и принимает. У нас еще один звонок, спасибо за ответ, звонок из Екатеринбурга. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, добрый вечер, батюшка Добро вечер, ведущая из Татьяны Екатеринбурга, у меня вот такой вопрос, насколько сильна русофобия или болезнь к православию у разных конфетий, я почему интересуюсь, у меня подруга была несколько лет назад, она уехала на Еврейка, уехала в Израиль, и вот в принципе она была нейтральная к увереням, но видимо не только вы изучали и изучали здесь, но и наверное как-то и венитию изучали, до такой степени, что она потом даже отторжение было у нее, даже не подписала по моей просьбе, поставила подпись за строительство православного храма, сказала, нет, я не могу, и вот уехала в Израиль, и вот насколько так же сильна вот это противостояние православию и уидеев, и может из других конфессий, или может быть у меня неправильное такое впечатление сложилось, и наоборот все идет к соединению. Спасибо за вопрос. Спасибо большое за вопрос. Есть, безусловно, разные люди абсолютно также и на Западе. В целом мне приходится все-таки сталкиваться с благожелательным отношением к русской церкви. Не могу сказать за все общество и за страну, Россию, но могу сказать за русскую церковь. Вот хороший пример того власти города Страсбурга несколько лет назад нам предоставили замечательный участок земли для строительства храма. Причем в очень хорошем районе, зеленом, рядом с европейскими институтами. И когда у нас святейший патриарх является председателем Папчийского совета этого храма, поскольку храм стабропегиальный, подчиняется непосредственно святейшему владыке. И святейший возглавил Папчийский совет. Вот когда я ему представлял этот проект, он действительно потом на заседании Папчийского совета поставил в пример какие есть сложности иногда в Москве или в других городах с получением участков для строительства храма в нашей собственной стране, где православие является основной культурой и какой тут может быть страх перед православным храмом очень непонятно. А вот в Страсбурге, где основное окружение католическое, протестантское, вообще неверующее, там, часть мусульман сейчас много есть, иудеи есть, в Страсбурге очень много, иудейская большая община. И здесь наоборот, такое благожелательное отношение, выделяется прекрасный участок земли, 70 соток, то есть для строительства храма, для строительства приходского центра. Вот, хотел как раз показать проект, какой храм мы должны построить в Страсбурге нашим телезрителям. Вот, представьте, что такая красота должна с Божьей помощью появиться в Страсбурге. не было никаких возражений, чтобы этот храм имел такой русский стиль, русский вид. Потом, когда мне приходится встречаться с людьми общественностью Страсбурга, с представителями католиков, протестантов, я не вижу какого-то какого-то отторжения или неприятия. Вот, хотел бы сказать, что у нас недалеко от Страсбурга находятся мощи веры, надежды, любови матери к Софии. Так произошло еще с восьмого века, когда они были перенесены туда из Рима, под Страсбург, в город Ишо, монастырь женский, который построил епископ Страсбурга, то есть это еще до раскола церквей, это еще православное время на западе Европы. И сейчас мощи Святой Софии и рака, мучениц, находятся в католическом храме. Теплое, хорошее отношение и кюре, настоятель храма, он разрешает нам совершать около этих мощей и молебны, и божественной литургии. В день памяти святых мучениц мы проводим божественную литургию, как правило, ее архиерей возглавляет, благословленный святейшим патриархом. Приезжает хор, мы делаем крестный ход с мощами, с иконой нашей приходской. И вот все это католики разрешают, позволяют нам служить. То есть, я вижу со стороны общества очень большой интерес к православию. Но я бы сказал, тут, знаете, нужно понимать, к чему этот интерес и на что он направлен. я очень далек от той какой-то радужной идеи, что мы все будем едины, что все найдут какие-то общие веры, мы придем. Очень много различий и много в менталитете, и в подходах, безусловно. То есть, нет никаких иллюзий на этот счет. Просто это скорее такие отношения добрососедства. Хорошие добрососедские отношения. Причем у очень многих католиков и протестантов есть большой интерес к православию. И вот как, например, ведется это строительство? Мы, в общем-то, строим храм на частные пожертвования. И очень сложно, потому что основные жертвователи это могут быть только россияне, люди из России, бизнесмены, состоятельные люди. Ну и, в общем-то, нам приходят пожертвования небольшие. Но вот многие мне задают вопрос, зачем строить храм в Страсбурге? Ведь у нас в России тоже надо строить храмы, тоже какие-то школы приходские и, в общем-то, развивать все наши присутствия здесь в российском обществе, в Украине, в Беларуси, в наших странах православных. Зачем тратить деньги туда? Ну вот, помимо того, что у нас там большая община православных, живущих в Страсбурге, им нужно, конечно, духовное окормление, чтобы эти люди не потерялись, чтобы они остались православными, чтобы их дети остались православными. У вас большой приход? Он все больше растет, потому что людей русскоязычных очень много проживает. Вот сейчас я могу оценить, что наш приход людей, которые регулярно приходят, может быть, не каждый день, но регулярно появляются в храме, может быть, раз в месяц, может быть, реже. Я так думаю, что около уже 700, мы уже имеем где-то 700 человек. есть костяк постоянным людям. Но у нас храм, вот мы снимаем помещение сегодня, на сегодняшний день, бывшего гаража, он переоборудован под православный храм, он вмещает 100-150 человек, дальше уже все, начинается теснота. И вот сейчас храм по воскресеньям, он полон. И у нас, причем, очень интернациональный состав. У нас русские, украинцы, белорусы, молдаване, грузины, русскоязычные немцы, которые в свое время переехали из Казахстана, то, что мы живем на границе с Германией, буквально километр, и это уже на территории Германии. И вот ближайший город, Кель, у него есть целый квартал русскоязычных немцев. Вот они тоже постепенно открывают наш приход, люди узнают, все больше приходят, крестятся, ходят на литургии. И вот я думаю, что этот храм, Бог даст, мы его построим. Уже строительные работы начались, они ведутся, вот все лето шла стройка, уже появились подземные этажи. На 30 сентября на веру, надежду, любовь мы наметили закладку первого камня. Ждем владыку Егорьевского Марка, управляющего делами заграничных учреждений. Он по благословению святейшего должен возглавить эти торжества. Совершим закладку, строительство продолжится, и уже надеемся, что в следующем году как-то появятся, вырастут стены. Но вот все, опять же, зависит от добровольных пожертвований, участия людей. И вот помимо нужд прихожан там, это еще свидетельство о православии. Очень многие западные люди не имеют возможности поехать в Россию, увидеть, что такое православие. По СМИ, по интернету очень мало искаженной информации приходит. А вот так, если будет храм, то человек может просто прийти посмотреть. Он может коснуться православия непосредственно. То есть, этот храм, это очень серьезная проповедь православия в Западной Европе. он нужен как вот то, что будет привлекать людей. Потому что люди, конечно, сначала они на внешний идут. Вот, увидели храм, интересно, что это такое, да, вот хочется зайти, посмотреть, что там и как. И вот эта видимая часть, она очень важна на начальном этапе, когда человек вот должен увидеть, его должно что-то притянуть. А затем, конечно, совершение божественной литургии, богослужения, это то, что привлекает западного человека. Французы, очень немцы любят наше пение. Они очень ценят нашу икону. Для многих это становится путем к православию. И это может быть вот то, что как Господь управляет и помогает сегодня нам в строительстве. Потому что действительно, я очень много чудес могу рассказать просто о каких-то мелочах, как все это происходит. можно сказать, что действительно воля Божия есть, чтобы храм там строился. И то, как люди откликаются. Вот я выступал неоднократно по каналу «Союзм», и многие люди слышали мои обращения. Мы получали, вот хочу пользуясь случаем, просто поблагодарить всех, кто направлял своим пожертвованиям. Мы получали из Канады, из Америки, из Японии, из Великобритании, Франции, Германии, из России, из разных небольших городков, областей. И мы все это, когда люди указывают свое место, откуда они посылают денежки, свои имена, мы записываем, молимся о них. Мы хотим составить книгу памяти на будущее, то есть всех внести, кто указал свои имена. И вот действительно это до слез трогает, потому что люди проявляют интерес, свою лепту вносят совершенно из разных уголков мира. Я сегодня могу сказать, что там, конечно, есть люди сегодня уже богатые, кто нам пожертвовал, кто вот, благодаря чему, в общем-то, мы начали эти работы серьезные, оценивающиеся в 4 миллиона евро сегодня, два здания, храмы и переходской центр. Есть такие крупные жертвователи, но есть люди, которые посылали кто-то 50 евро, кто-то 100 евро. Мы всех, вот я хочу сказать, мы всех записываем, всех помним. И я думаю, что Господь тоже видит участие, Он нам посылает и помогает вести строительство. Отец Филипп, давайте прервал, давайте ответим на вопрос, у нас звонок, звонок из Белгородской области. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы вас слушаем. В Евангелии Христос говорил, предупреждал, что не подавляйтесь язычникам, которые считают, что многословие будут быстрее услышаны. Объясните, пожалуйста, когда служба идет 4 часа или 5, там все в разных интерпретациях повторяется одно и то же. Все можно свести к молитве Отче наш. Или когда повторяют, Господи, помилуй, 12 раз, а еще погромче. Мне кажется, что Христос или Бог не слабо слышишь. Если сказать чистого сердца один раз, то не лучше. Или надо тысячу раз повторить, но бессмысленно. Спасибо за вопрос. Я думаю, что Вы сказали важную, ключевую фразу в конце о том, что лучше сказать искренне от всего сердца, чем много раз говорить одни слова без сердца. Вот в этом-то и проблема. А как сказать из глубины сердца? Как научиться обращаться к Богу из самых глубин? Если вот есть такая уверенность, что Вы так сходу можете научиться общаться с Богом глубоко от всего сердца, от всего помышления, от всего разума, от всего от всей нашей полноты человеческой природы, то хорошо, действительно, Вы, значит, прошли уже серьезный духовный путь, и Вы можете сказать, Господи, помилуй, и гора сдвинется с местом. Я, например, о себе не могу этого сказать. Мне кажется, что человек совершает очень длинный, долгий духовный путь. Мы все поражены грехом, у нас есть страсти, они нам мешают быть близкими с Богом, и ничто не чисто не войдет в Царство Небесное, это слова Евангелия. Нам нужно очищать свое сердце, нам надо очищать свой ум, чтобы только в чистом состоянии, только в состоянии очищения мы можем действительно вознестись к Богу от всей души, от всего помышления. И поэтому нам нужно с вами упражнения совершать, поэтому мы проводим столько времени в этих духовных упражнениях, еще состоят наши православные богослужения из Псалтирии, из Священного Писания, из молитвы людей духовно одаренных. То есть мы собственно на богослужениях упражняемся восходить к Богу. Причем православное богослужение, вот это кстати к вопросу о свидетельстве тоже в том числе на Западе. ведь вот протестанты, католики тоже так рассуждали примерно вот в том же ракурсе, в котором вы сейчас рассуждали, это не на во. Сократили они богослужения до 30 минут, лавочки везде поставили, где-то там орган включили, но как-то вот это людей не прибавило в их церкви. Я бы сказал, что люди наоборот даже разбежались. И как сказал мне один человек, когда ты стоишь на ногах, ты думаешь о том, как тебе сесть, когда ты сидишь, ты думаешь как бы тебе лечь. То есть человек склонен к очень упрощению такой деградации некой. То есть упасть очень легко. А вот поднять себя, сосредоточить, сделаться неким таким лучом духовным направленным ввысь. Вот есть фраза такая, которую священник произносит в очень важный момент литургии горе имеем сердца. То есть имеем сердца ввысь. Вот это некий пик, после которого следует благословление приготовленных вина и хлеба и их присуществление, их в тело и кровь Христово. И вот перед этим моментом, очень важным, самым главным в литургии, священник напоминает горе имеем сердца. Но каждый человек, который связан с духовной жизнью, знает, как трудно поднять свое сердце горе, как нас одолевают разные наши заботы, как нам неохота что-то делать. То есть это же опыт духовный, то есть это не какое-то пренебрежение к человеку или какой-то там, хваление Адама ему он словословил постоянно Богом. Потом же ведь нас Священное Писание призывает к постоянному словословию Бога. И кто-то выбирает такой путь, но он очень сложен. И святые отцы принцип, давнишний принцип молитва и труд, собственно, часть молитвы, часть труда. То есть вот так человек проводит свою жизнь в словословии Богу, в хвалении, хвала Богу приносится. Поэтому, наверное, человек, который над этим не слишком размышляет и не очень-то думает над состоянием своего сердца, а, наверное, если мы так возьмем свое время, как мы проводим, кто-то перед телевизором часа 3-4 тратит, кто-то перед компьютером еще больше, а что это лучше? То есть это что, какая альтернатива? Ну, давайте, да, с богослужения сведем там до 15-10 минут, а что мы остальное время жизни это будем делать? Что мы будем делать остальное время жизни? На что мы будем тратить свою жизнь? То есть это просто красивое рассуждение, давайте лавки поставим, давайте богослужения сократим, а к чему это приведет? Какой из этого будет итог? Мы вот рассуждаем об этом, мне кажется, что здесь надо хорошенько подумать. у нас еще один звонок, отец Филипп, звонок из Волгоградской области. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло? Да, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. 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 У меня такой вопрос. У меня такой вопрос. Святые отцы заповедовали нам непрестанное призывание спасительного имени Господа нашего Иисуса Христа. Вот мой вопрос как раз истекает из контекста вашего предыдущего ответа. И вы знаете, что меня поразило, когда я услышал, как американцы произносят имя Божие. Я извиняюсь за произношение, звучит оно примерно так. Jesus Christ. Вы понимаете? Jesus Christ. И я хотел бы спросить, что это, с чем мы имеем дело? Это обыкновенный американизм? Или же другие скажут, допустим, может быть, те же американцы скажут, что не важно, как мы произносим имя Божие, а важно, к кому мы обращаемся. Но так недалеко и до театруфии, которая говорит, не важно, как мы говорим, Будда, Шри, Кришна, тот же Христос. Спасибо за вопрос. Но я тут кратко ограничусь ответом. Скорее всего, здесь нужен специалист по языкознанию, как в том или ином языке формировались те или иные имена, священные имена, и как они получали собственно какое произношение. Все-таки это скорее связано с языком каждого народа, каждой нации. Так что как-то сказать по поводу того, как правильно ли американцы или англичане произносят имя Божие, я не стал бы судить об этом. Отец Филипп, я знаю, что 18 августа Святейший Патриарх обратился с письмом к генеральному секретарю Совета Европы. Расскажите, пожалуйста, об этом. Действительно, 18 августа Святейший Патриарх подписал письмо к генеральному секретарю Совета Европы, также в ООН и ОБСЕ по поводу тяжелого положения Украинской Православной Церкви на востоке Украины. Он изложил ряд случаев, когда священнослужители нашей Церкви унижали случаи смерти в результате бомбежек, случаи разрушения наших храмов православных, а также рассказал о том, как Русская Церковь ведет какую гуманитарную работу по принятию беженцев. И, собственно, цель письма заключается в том, чтобы привлечь внимание мировой общественности к тяжелой гуманитарной ситуации на востоке Украины. С самого начала наша Церковь и в лице Святейшего Патриарха, и в лице Блаженнейшего на Украине всегда призывала к решению всех споров церковь в формате диалога. Мы братские народы, у нас одна церковь, и если у нас есть какие-то различные мнения на общественную жизнь, на политическую жизнь, то мы призваны решать это в диалоге, не пушками, не убийствами, а диалогом. Но это не получилось, начался конфликт, и Святейший Патриарх много делал для того, чтобы предпринимая обращения, мирные инициативы. Но, к сожалению, мы видим, что все развивается только по нарастающей, и даже уже после его письма произошло ряд в общем варварских таких ситуаций, когда во время Великого Славословия снаряд попал в храм в Донецкой области, это было 23 августа, в субботу вечером, 3 человека погибло, несколько оказались госпитализированы, храм был разрушен. Еще другие примеры разрушения храмов. И вот все это вообще такую скорбь наводит на сердце, да и более того, не только храмы важны не здания, а что люди гибнуты, люди мирные, женщины, дети, старики разрушаются, не только храмы, больницы, школы, то есть тяжелейшее, нет у людей воды, вообще сейчас зима грядет, как люди там будут жить в разрушенных городах, никто об этом не хочет думать, обсуждать. И вот, к сожалению, я должен констатировать, в том же Страсбурге, вообще просто закрывают глаза на это. Увлекаются политическими вопросами, чья власть, кто как должен ее поделить. Наверное, это важные вопросы, безусловно, и политики их должны обсуждать, но при этом какова ситуация гуманитарная, как живут люди. Вот почему в других ситуациях Америка, Запад так внимательно относятся к тому, как живут люди в зоне боевых действий, а в данном случае вопиют, кричат о том, что происходит, и не хотят слышать, не хотят ставить этих вопросов, а их надо ставить. И вот как раз когда я сейчас в Баку был на этом мероприятии Совета Европы, мое выступление было посвящено как раз вот этой тяжелой гуманитарной ситуации, с тем, чтобы привлечь внимание. Я просто зачитывал вот эти факты тяжелой гуманитарной ситуации, чтобы как-то пробудить сердца людей. Но нельзя ожесточать их настолько, чтобы вот за какими-то политическими вопросами вообще закрывать на это глаза. Но нельзя так делать. Я думаю, что, конечно, мы и дальше сейчас в Страсбурге будем это поднимать темы, представлять эти факты, чтобы хотя бы было признание их. Вот сегодня генсек Совета Европы находится в Москве, и прошли по информационным лентам информацию о том, что вот он признает трудное положение на востоке Украины. Я думаю, что это, по крайней мере, может быть таким сигналом, что что-то лед тронулся. Потому что не хотели ничего видеть, и не хотят ничего видеть. И вот я думаю, что долг Церкви заключается в том, чтобы обращать внимание на страдания людей, призывать людей опомниться, искать мир. Все хорошо знают, что наша Церковь сейчас делает для беженцев, как внутри России, которая в России находится, так и на всей Украине. Монастыри, приходы, они принимают беженцев, они их кормят, дают им тепло. То есть вот такое участие верующих людей, оно видно, очевидно. И нам хотелось бы, чтобы мир, который называется христианским, еще пока называют, на Западе Европы, все-таки тоже как-то свое сердце открыл к этим страданиям. И было воздействие не только, когда Запад призывает руководство Российской Федерации к поиску мирных путей, но и чтобы был какой-то призыв к украинским властям это делать. Потому что мы сейчас понимаем, что это обоюдное движение, оно должно идти с обеих сторон. Не может одна сторона что-то решить в данном вопросе. потом те люди, кто на местах, это ополчение, люди в провозглашенных республиках, находятся, с ними тоже надо вести договоры. То есть это реальность, это жизнь. И за ними стоят жизни простых людей. То есть самое главное, самое важное, что сейчас может быть. И, конечно, мы молимся тоже об Украине на каждой литургии, как это благословлено священно-началием. И стараемся напоминать, как я сказал, у нас очень много украинцев, причем украинцев как с Востока, так и с Центральной Украины, Западной Украины, ходящих в нашу церковь. И там, как нигде, ты чувствуешь, насколько эта боль проходит через семьи и через людей. Это реальная боль. Это не просто статьи в газетах или в интернете. Это реальная боль, когда люди каждый день приходят своими страданиями, их изливают на исповеди, в разговорах, потому что у них родственники там, потому что они знают, что там происходит. И вот голос простых людей, думаю, он в том, чтобы все-таки были найдены пути к миру, чтобы решалось все мирным путем. так что думаю, в этом тоже миротворческие роли церкви, потому что церковь должна находить эти пути мира и дай Бог, чтобы усилия нашей церкви они были тоже в общем-то послужили этому миру. У нас еще один звонок, отец Филипп. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Можно говорить? Да, можно говорить? Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, отец Филипп. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте, отец Филипп. Здравствуйте, Денис. Все вас слышим прекрасно. Говорите ваш вопрос. У меня такой вопрос к батюшке. Вот вы сейчас говорили о примирении одной конференции к другой. Простите, я не представила с рабобожия Татьяна. Вот скажите, пожалуйста, как русская православная церковь относится к свидетелям Иеговы с этой позиции? Спасибо вам за вопрос. Скажу кратко. В общем-то, это отношение очень хорошо известно. Свидетели Иеговы, как известно, не признают божества божественности Господа Иисуса Христа. Собственно, православная церковь давно это учение еще осудила на Первом Вселенском Соборе как орианство. Арии, пресвитер, не признавал божественности Господа Иисуса Христа. Собственно, этим и определяется отношение церкви, что для нас это люди не являются даже христианами, поскольку они не признают Христа нашим Богом. А что все отношения за их растекают. При Совете Европы есть представительство Русской Православной Церкви, есть представительство других церквей. Как они находят общий язык? Есть сегодня представительство католической церкви, поскольку католическая церковь имеет государственный статус, как государство Ватикан, то именно в этой сфере, в этом статусе не как религиозная конфессия, а именно как город, государство, оно представлено в Совете Европы. Сегодня назначен еще представитель Румынской Православной Церкви при Совете Европы. Есть ряд общественных организаций, относящих себя к католической традиции, протестантской, иудейской, мусульманской, которые работают, то есть не сами церкви, а общественные организации, основанные верующими этих конфессий. Также вот когда мы сейчас были в Баку, была встреча с лидером мусульман Кавказом, и он выступал в том числе на конференции, поскольку мусульмане в Азербайджане являются большинством, то он соответственно был, можно сказать, с религиозной стороны таким хозяином мероприятием, и вот он во встрече с представителями Совета Европы также поднял вопрос об открытии представительства мусульман Азербайджана, Кавказа при Совете Европы. Это очень позитивный шаг, поскольку мусульмане сегодня, традиционные мусульмане, иудеи традиционные, католики, протестанты традиционные, они являются все нашими союзниками в утверждение традиционной нравственности, потому что все они являются сторонниками традиционной семьи, выступают против абортов, выступают за традиционную семью, где родители, где дети уважают родителей, то есть против всех этих переборов с ювенальной юстиции, то есть вот здесь мы находим общий язык, и поэтому мы можем быть союзниками в отстаивании этих ценностей, именно вот этих общественных ценностей, не касая, конечно, между нами остаются религиозные разногласия, мы не заявляем о каком-то слиянии, о каком-то общем религиозном основании, потому что это все синкретизм, это все не совмещается с православием, с христианством, да и для мусульман это тоже неприемлемо, поэтому мы только сотрудничаем вот в таких вопросах, которые нас объединяют и представляют, можем друг другу вот сильно таким фронтом выступать, это очень важно. У нас еще один звонок, звонок из Нижневартовска, здравствуйте, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, отец Филипп, отец, отец Филипп, у меня такой вопрос к вам. Да. Вот вы за границей там смотрите же у нас канал Союз, да? Смотрим, да, через интернет. Хотелось узнать, вы правила вечернее, утреннее канал Союз когда-нибудь читаете? Еще хотелось бы, вот если, вот я вот уже наедусь, знаю правила, благо Богу, да, нашему каналу благодаря, и иногда читаю сам, но вот того радостного чувства, скажем так, не испытываю, и потом на душе как будто и не молился. А я когда долго читаю вместе с каналом Союз правила, то как-то вроде как будто на оценочках меня везут. Спасибо большое. Как ваше мнение насчет? Спасибо за вопрос. Я думаю, что есть безусловно такая потребность, вы правильно сказали, что это помогает многим людям, например, узнать, как правильно читать молитвы. Вот я как настоятель, как священник в храме знаю эту проблему, что человек приходит в храм, ему дают молитвослов, говори, иди молись. А как молиться? Он никогда не молился, он не знает вообще как молиться. Как-то заниматься с ним специально иногда не находят возможности времени. Потом таких людей очень много. Организовать бывает сложно. И вот я думаю, что как раз современные технологии телевидения или радио они как раз могут помочь людям научиться правильно молиться. Они слышат, как это делает священник, они правильно произносят слова, они правильно последования заучивают. Вот поэтому я считаю, что вот такие вечерние молитвы и на канале Союз, они очень многим помогают войти правильно в молитвенную в молитвенную традицию нашей церкви. И слава Богу, может быть, даже людям больным, кто не может из дома выходить, кто вот чувствует вот эту поддержку, когда кто-то рядом еще молится и человек знает, что через пространство в то же время молятся многие. Это очень сильно, очень сильное чувство. Слава Богу, если это помогает людям научиться правильно молиться, обращаться. Вот. Ну, я думаю, что мое такое, конечно, смиренное мнение, я думаю, что человеку надо и самому просто пред Господом постоять и помолиться. Это очень важно для наших отношений с Богом, чтобы мы от всего действительно отрешились от любых даже звуков, пусть даже хороших, благочестивых, но вот погрузиться в свое, что бум погрузился в наше сердце и оттуда возвал к Богу. Это тоже очень важно, эта сосредоточенность вот. Но это не умаляет, как я сказал, ценности вот правил утренних, вечерних, которые идут и по каналу Союз, по другим программам. Это все очень хорошо. Отец Филипп, какие самые острые вопросы обсуждаются в Страсбурге? Вот действительно темы традиционной семьи. Ведь вы знаете, сейчас вообще как происходит переиначивание, переосмысление вообще всего. и вот вообще мы привыкли, что такое есть мужской и женский пол. А вот сейчас есть специалисты, которые говорят, да нет, идентичность гендерная, то есть половая идентичность может быть разной. Человек может себя чувствовать на четверть мужчины, на три четверти женщины. То есть может быть совершенно разное соотношение. Уже вот в интернете там публикуются чуть ли не больше пятидесяти гендеров разных. И вот идет такая тенденция к тому, не надо вообще ребенку самого такого маленького возраста говорить, какому он полу принадлежит. Мальчик он, девочка. Ему вообще надо нейтрально относиться там ребенок, чада, но избегать всяких половых таких названий. И вот ребенок вырастет и он сам определит по самочувствию к какому он полу себя относит. Вот это к сожалению сейчас очень набирает такую мощную тенденцию. вот это вот вопрос пола и это пытаются закрепить тоже в документах определенных. Вопрос начала жизни это в общем очень давний вопрос вопрос абортов, когда начинается человеческая личность. Вот что мы говорим это с момента зачатия. Люди утверждают, что это право женщины сделать аборт. Но вот кстати я должен сказать, что в Европе здесь происходит определенный такой сдвиг. Все больше людей говорит о том, что надо все-таки есть права у этого зачатого ребенка. Пусть не родил. Это не просто женщина распоряжается своим телом как она хочет. Это уже некое отличное от нее существо. Надо защищать его права. То есть есть это такая тенденция определенная. Особенно знаете очень помогли современные технологии. То, что сегодня человек может увидеть внутриутробное развитие ребенка, это очень многим дает яркое представление, что это уже отдельная жизнь. Там есть кто-то в животе, что там, как, никто же раньше не видел. А сейчас с помощью разных средств, когда показывают, как развивается ребенок, многие открыли глаза, что с самых первых моментов жизни это уже сильно существо. И многих это очень сильно впечатляет и останавливает, что действительно я не могу, это не просто какая-то часть тела ненужного, это действительно уже личность отдельная. Вот это проблема есть. Вопрос эвтаназии, вопрос ухода из жизни. Был скандальный закон, сейчас принят совсем недавно в Бельгии, когда вообще детям разрешили принимать решение об эвтаназии. Вообще идет катастрофа, что все больше разрешить людям уходить из жизни по своему желанию. Причем речь идет не о том, что я, например, вверяю себя волю Божию, не хочу принимать лекарства, как Бог даст и все. Нет, не об этом люди. Речь идет о том, чтобы ввести определенную дозу смертельную человеку, чтобы он умер. То есть это определенная форма самоубийства безболезненного, то есть человек засыпает, уходит из жизни. Но это самоубийство, потому что человек не естественным путем уходит из жизни, а искусственным путем. Каким бы он ни был, это укол какой-то или еще что-то, но это искусственный уход из жизни. И вот сейчас все идет большая тенденция, чтобы это разрешить добровольно. Человек хочет, причем неважно возраст какой-то, может даже ребенок захотеть, то есть больной это, например, тяжелая болезнь какой-то, неизлечимая. И вот если этот ребенок, если взрослый человек говорит, что я не хочу больше жить, введите мне эту инъекцию, ему должны это сделать. Вот это очень страшное дело. Я даже понимаю, откуда растут ноги, потому что сегодня современная медицина очень дорого обходится государству при поддержании неизлечимых болезней. То есть многие люди, у которых в семье такие есть случаи, они понимают, что это очень дорогие препараты, это очень дорогая поддержка жизни человека. И вот представляете, современная медицина своим прогрессом сделала возможным выживание тех людей, которые раньше просто естественным образом умирали, потому что не было препаратов, не было оборудования, а сейчас это появляется, и люди требуют, чтобы государство, медицина продлевала им жизнь с помощью этих препаратов. А это огромные деньги. И вот что просто, что значит этот бюджет как-то с себя скинуть, придумывать с этой эвтаназии, чтобы просто государство не тратило деньги на каких-то больных, ненужных людей, у которых нет шанса вообще никогда выжить. при этом абсолютно забывают о самом желании людей, потому что есть маленькая часть людей, на них всегда ссылаются, приводят примеры, вот они хотят умереть, но есть огромное количество людей, которые хотят жить. А в случае принятия этих законов, то тут очень сложно проследить, где есть давление психологическое на человека, а может быть человек это наследник квартиры или какого-то состояния, то есть родственники могут надавить на него, создать атмосферу соответствующую, чтобы человека довести до желания уйти из жизни, сделать его жизнь невыносимой. И кто это может проследить, кто это может отконтролировать, где эта грань убийства, и такого, когда человек может надоесть своим близким. Вот эти все вещи, они, конечно, я уже не говорю про семью, когда пытаются вести родитель один и родитель два, собственно, вести однополые браки, это утвердить на общеевропейском уровне, все это продолжается, все это очень жестко навязывается, что можем, делаем, то есть, по крайней мере, говорим, заявляем, кричим, но я бы так сказал, что действительно здесь всему обществу надо как-то осознавать всю эту беду и проблему, потому что она коснется каждого. Это не просто, как раньше думали, ну ладно, они так хотят жить, пусть живут, это их дело. Сейчас уже грань перешли, сейчас хотят, чтобы все считали, как они, чтобы детей своих так воспитывали, как уже в школах началось, что вот ты знаешь, ты можешь жить с мальчиком или с девочкой по своему выбору, и хотят, чтобы родители это поддерживали, чтобы ребенок, опять же, у него оставляли до его зрелости, чтобы он сам решил, с кем он хочет жить. То есть, это уже вопрос воспитания, не просто вопрос каких-то людей, которые хотят свою частную жизнь, свою как-то устроить. Это вопрос уже идет навязывание всему обществу определенных стандартов семьи. И вот это уже опасно, это касается каждого из нас. Школы, телевидение, СМИ, сериалов. Я однажды был в Брюсселе в поездке и в гостинице, включил канал, обычный канал, вот как у нас там первый, второй, то есть, это общегосударственный канал. И в 6 часов вечера шел сериал, вот как у нас обычно там про семьи, то есть, ну, какой-то легкий сериал. Вот. И он привлек мое внимание тем, что удивился сначала, не мог поверить. Но это шел сериал такой легкий, там, конечно, не было никаких тяжелых сцен, но это был сериал про однополую любовь. То есть, там парни с парнями дружат, девушки с девушками. Это идет в 6 часов вечера в обреченное там время, там, как они страдают, как они любят, влюбляются. То есть, ну, как у нас это может там идти про какие-то обычные пары, семью, а там это идет про однополые все-таки отношения. То есть, людям уже это навязывается, привносится как часть культуры, которую все должны смотреть, которую все должны воспринимать. И вот это беда. То есть, вот сегодня мы с этим должны бороться. Потому что, вот еще один случай проведу, это прошло просто по всему интернету. В Италии, в северных провинциях вели уже такую, в качестве эксперимента, анкету для заполнения в школу. Там было написано родитель один, родитель два. И, значит, одна женщина, итальянка, просто перечеркнула это, написала папа, мама, и, значит, написала, заполнила, она сфотографировала этот бланк и поместила в интернете. И там это набрало какое-то рекордное количество лайков. Потому что люди, вот оно, понимаете, это не то, что там кто-то и что-то, а это вот ты, сейчас и твои дети. Вот мы должны это помнить и очень серьезно это относиться, не просто там кто-то говорит, а сильно за это бороться. Спасибо большое, отец Филипп. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей. Спасибо вам за прекрасную беседу. И, надеюсь, до новых встреч. Божие благословения да пребываются всеми нами. Аминь. А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель прихода всех святых в Страсбурге, представитель Московского Патриархата при Совете Европы Игумен Филипп Рябых. Всего вам доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова